В первые дни задержки, когда узнал, что беременна, выскочил герпес на губе впервые в жизни. Беременец потерял на седьмой неделе, но по анализам герпеса у меня нет. Как обезопасить себя в следующий раз? Обычно, если герпес у вас выскочил на губе, это значит, что в организме вашем герпес, скорее всего, был. Или это не герпес, если идут отрицательные антитела? Потому что появление герпеса на губе – это рецидив герпеса. То есть, есть герпес в организме. Когда-то прошла первичная инфекция, то есть, обычно она проходит в детсадовском еще возрасте. И вирус, который вызвал остростоматит, потому что у детей это протекает очень остро, с таким мощным по клинике – это стоматит с поражением слизистых оболочек, с высокой температурой. Дальше он спрятался в нервных окончаниях, которые иннервируют ту или иную зону кожи, в области губ, близкую. И там он сидит. Если идет какое-то ослабление организма, в частности, стрессовые ситуации какие-то и так далее, беременность, изменение фона общего и волнение тоже, кстати, он может появиться. Но при этом внутри вашего организма есть антитела, которые защищают вашего ребенка от попадания вируса герпеса в организм, и тогда все хорошо. То есть, обычно герпес опасен при беременности только в том случае, если идет первичная инфекция. У вас не было антител, вы впервые столкнулись с герпесом, это может быть и генитальный герпес, и лабиальный герпес, который на лице. Но первая встреча, и тогда в вашем организме иммунитета нет, и вирус герпес тогда не встречает никаких препятствий и поражает ребенка, и тогда могут быть какие-то проблемы. А так вот, та ситуация, которую вы описываете, она, скорее всего, связана с тем, что... Она, скорее всего, связана с тем, что это не герпес. Какая-то другая причина, возможная случайность, но это не герпес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова